Субтитры делал DimaTorzok Что у нас получится организовать своё шоу Слушай, у нас нет выбора, нас уволили отовсюду Теперь мы должны пенять лишь на себя Ладно, ты права Вот и отлично, завтра начнём подготовку к шоу Не к добру это затея Доброе утро, как успехи? Я делал эти дурацкие объявления всю ночь И у тебя очень хорошо получилось Каков вообще шанс, что нам позвонит хотя бы один обжект? Не волнуйся, сейчас начало лета Я уверена, что у нас будет много клиентов Ух, последнее объявление Теперь мы можем идти отдыхать Отлично, а то я уже устал носить тебя Эм, ты намекаешь на то, что я тяжёлая? Вовсе нет Ты вообще представляешь, насколько тяжело жить камням? Ну так, эм, колоколь Скажи, как ты будешь проводить свои летние каникулы? Ну, не знаю Наверное, буду всё лето сидеть дома Почему же сидеть дома? А как же весёлая тусовка с друзьями? Ну, у меня нету настоящего друзей А как же школа? Разве у тебя там нету друзей? Не напоминай про школу, пап! Ну ладно, ладно Оу! Набор в лагерь отличный Отдых на природе и много друзей А приз – сам лагерь И поездка в любую страну эйфории А зачем кому-то нужен лагерь? Ну, там можно построить дачу Спортивный центр И, наконец-то, ты сможешь завести друзей Что? Я ни за что не поеду! Да ну, тебе нужно новое впечатление Ты поедешь Хочешь ты этого или нет? Ура! Летние каникулы! Их так долго ждал! Прям минуты отсчитывал! Часик! Иди завтракать! Ура! Завтрак! Я его тоже ждал! Сегодня у нас на завтрак вафельки! Вафельки! Всем привет! Привет! А у нас хорошие новости Мы отправляем кола когда в лагерь Не думала, что я весела от этой новости Почему? Разве ты не видишь слезы радости на ее глазах? Кстати, Часик, не хочешь ли ты поехать с сестрой в лагерь? Ура! Лагерь! Да, конечно хочу! Колоколь! Тебе полегчает, если Часик поедет с тобой? Да, но... Супер! Так, давайте отзвонить Алло, да Скажите, есть ли еще места в вашем лагере? Алло, да, конечно Вы самая первая, кто позвонил по поводу лагеря Отлично! Итак, у нас два ребенка Часик, ты точно хочешь в лагерь? Абсолютно! Ты хоть знаешь, что это такое? Нет, но я слышал, что там можно строить туалет Туалетной бумагой Если качу сколько влезет? О, не совсем Это больше как тюрьма Тюрьма, но преступник снаружи Так или иначе Готовьтесь, мы едем туда уже сегодня Ах, как же тут жарко Маркер, можешь окно открыть? Тебе надо, ты открой И я занят Но ты просто лежишь на диване Нет, я ожидаю открытия окна Эх Не понимаю, что трудного в этом быть? Это еще что? Ничего себе! Я нашел то, что может изменить жизнь каждого из нас Что именно? Сам посмотри Звучит слишком долго Я не собираюсь тратить свое лето на какой-то там лагере Разве ты собирался делать что-то летом? Естественно! У меня есть целый список С таким планом к концу лета ты превратишься из вафля-паладушек Гораздо интереснее было бы поучаствовать в этом состязании Ты меня не заставишь Ну, или так Допи-допи-до В лагерь я иду Со своей сестрой Допи-допи-до Я все еще не понимаю В чем смысл всего этого? Наши шансы на победу ничтожно малы Хотя бы лагерная жизнь не даст тебе деградировать Я нахожусь в своей лучшей форме И... Ау! Так что, нам еще долго ждать остальных? Не мы начнем без них? У тебя совсем нетерпение Уже прошло 2 часа Вообще-то... 57 минут и 45 секунд А нет, уже 46 47 48 48 49 Так, передняя сторона! Повтори установленные правила! Ни с кем не заводить союзы! Никому не доверять! Делать все ради победы! Ты уверен, что нам нужны эти правила? Мы бы могли просто хорошо провести время здесь! Вот когда выиграем, тогда и будем хорошо проводить время! Фух! Мне раньше казалось, что ты гораздо легче! Эээ! Кто-то просто слишком мало тренируется! Ты что, издеваешься? Так-так-так... Похоже, что это вы мои будущие соперники! Да, так и есть! Но не стоит нас недооценивать! Вот именно! Однажды я уничтожил целую нацию! Что, правда? Не! Тогда он просто съел целую коробку хлопьев! Причем вместе с коробкой! Понятно! А ты так на какой-то Камик-кон нарядилась? Нет! Я маг! Тогда я пензопила! И если не веришь, то смотри! Вау! Не верю своим глазам! Больше не могу! О мой чай! Ты кого-то задавила! Чувак, ты в порядке? Очинись! А? А? Да еще минут 10! Вот это стойкость! Мама, не отправляй меня в лагерь! Я не такая уж и плохая! Подумаешь, отказала кусочек от какого-то прохожего! Ну и что? Путин спасибо скажет, что рядом со мной блендера не было! Тогда бы уж я... Не волнуйся, тряпочка! Тебе очень понравится в этом лагере! О, здравствуйте, мисс Швабра! Мы очень рады видеть здесь вас и вашу дочурку! Да-да! Короче, кормите ее хотя бы раз в день, не подпускайте к огню и бензину и держитесь подальше от пропастей! Да, естественно! Все ради безопасности детей! Скорее ради вашей безопасности! Ну я пошла! Удачи вам! Так, мне нужно как можно быстрее своей дочурки! Эй, Шайба! Как у тебя дела? Вообще-то меня зовут Тач! Потому что ты скотч? Нет, потому что я Тачка! Здравствуйте, миледи! Похоже, что вы звали меня! Однако, мое полное имя это Изолент-7! Чем могу быть полезен? Ну ты правда можешь быть полезен! Вы не возьмете меня живой! Хорошо, тогда мы возьмем тебя мертвый! Намек принят! Боже, мы так долго шли сюда, что я бы успела типа накрыться 4 раза! Да, мы прошли целых 152 метра, я считала! Божечки, смузи, ты такая типа умная! Я, я так рада, что буду в этом странном лагерьке с тобой! Я тоже! Что бы мы делали друг без друга? И, о боже мой! Что такое? Только что было совершено правонарушение по отношению к моде! Привет! Вы не знаете, я попал в лагерь отличное! Может, ты в лагере отличное? Но твои повязки стоят быть типа в лагере безобразные! Да, это так, прошлогодний! Что эти узоры вообще означают? К вашему сведению, они означают, что я являюсь директором клуба ценителей природы! Да, а мой папа является директором огромной сети заводов! И он попросил мне выиграть этот лагерь для новенького заводика! Что? Завод? В таком чудном и чистом месте? Это просто издевательство над природой! Так, получается, что вы бамбук, крема и смузи, верно? Тогда проходите сюда! Ничего себе! Тут так много предметов! Да! У них все твои соперники, которые желают тебе проигрыша! А возможно, даже и смерти! Смерти? Конечно! Ты что, никогда не смотрел по дом связи здания? Большая часть испытаний является смертельно опасной! А? Завещаю своей семье один килограмм... Вообще-то, наши вожатые будут возрождать нас при смерти! Да, только если мы им понравимся! Сэндви! Завещаю своей семье один килограмм сухариков! Эй, ты случайно не Часик? Откуда ты знаешь? Мои друзья много рассказывали про тебя! Я так рада, что мы наконец встретились! Вау, я и знал, что такое популярное! Раз в знакомство! Часик, почему ты разговариваешь с незнакомыми предметами? Разве нас издеватель послали в лагерь? Тебе же нужны были новые друзья! Даже если это так, то ты не можешь просто подойти и познакомиться с любым объектом! Для этого нужны определенные условия! Мне кажется, что ты все слишком усложняешь! Вот как-то позрослеешь! Тогда и поймешь, о чем я! Так, все участники здесь! Похоже на то! Отлично! Внимание всем! Я получил известие, что наш состязательный лагерь готов к открытию! Для тех, кто слышит о таких лагерях впервые, я расскажу правила! Сначала мы поделим вас на три команды по шесть игроков! После чего каждые два дня будут проводиться испытания, в ходе которых одна из команд будет проигрывать! Участники проигравшей команды должны голосовать друг против друга! Предмет, набравший наибольшее количество голосов, покидает лагерь! И так будет продолжаться, пока не останется один победитель! Вау! Это типа так, прям как в реальти-шоу! Именно! 18 участников, один призовой лагерь... Это... Необычные объекты в лагере... Отличные! Вау! Маленькое! Играет! А теперь прошу вас всех пройти в эти домики. В них вы будете жить, пока вас не исключат. Ха, не терпится увидеть, какого лозер исключат первым. Первые вылечившие персонажи всегда являются просто шутками. Ничем более. Да, как скажешь. Эй, Кремов, посмотри на этот мем. ОМК, это так, типа правда? Эм, тряпка, что-то не так? Тебе какая разница? Я просто хочу поскорее убраться отсюда. И похоже, что церемония исключения, это мой единственный выход. Ха, убраться, потому что она тряпка. Эм, подожди, с чего ты вообще взяла, чтобы вылить приметы и еду домой? Ну, а куда еще? В таких соревнованиях проигравшие обычно попадают на закрытый остров или в темницу. Или в космос. Ты читаешь мои мысли. Блин, видно, что мне придется провести какое-то время здесь. Ну, а как вы спите? На Баку, а то иначе одна сторона может задохнуться. А как вы сидите на уроках? Обычно мы ставим на спинку стола зеркало, чтобы обранной стороне было все видно. Пссс, а как вы в туалет ходите? Слушай, по-моему, ты достаточно о нас узнал. Эй, зачем так робо? Ты не видишь? Он просто издевается над нами. Хе, ну и чудаки. Эй, мне кажется, что ты слишком жестоко работаешься с ними. О, а ты у нас местная заучка, а? Тебе стоит расширить свой спектр классификации. Скажешь тоже. Эй, Кадестайли, что читаешь? Да вот, повторяю некоторые заклинания. То есть ты правда маг? Да, к тому же второго дана. Вау, значит ты можешь превратить, скажем, точку в восклицательный знак? Так ты точка. Я думала, что это игральная фишка. Хей! Получается, ты можешь заставить деревья расти быстрее? Миру нужно больше таких предметов, как ты. Послушайте, магия работает вовсе не так, как вы думаете. Я не могу по щелчку пальца исполнить все ваши желания. Это очень сложное и кропотливое занятие. Ладно, тогда дай знать, как только сможешь вырастить несколько дубов. Сэр, мне кажется, что вас щать дурно себя ведет. Ох уж извольте, я воспользуюсь посредством платка. Перелом. Неудача. Смерть. Обезжиренное мясо. Из-за ночных разговоров с Энви я вообще не спал ночью. Эх, надеюсь, что я не вылечу первым. Доброе утро, участники. Время вставать и идти завтракать. А? Ура, новый ясный день. Как круто. Сейчас только 8 утра. Это что ли школа какая-то? Часик. Где ты был в такую рань? Ну, у меня были кое-какие дела. Доброе утро, друзья. Пойдемте скорее на завтрак и проведем второй день в этом лагере вместе. Финишный флаг через дюр позитивная. Возможно, глупо просто так не доверять кому-то, но... Она слишком дружелюбна к часику, и я выведу ее на гладкую дорогу. Вафель, сегодня состоится первое испытание. Мы должны показать, кто здесь боссы. Эх, мне только начало нравиться это место. Ты хочешь стать таким же, Соня, как наш сосед? А мне он даже нравится. Я думаю, что он будет задавать тон всему нашему коллективу. Мне теперь всегда придется таскать вас обоих. Не знаю, надо спросить у Резиноча. Он сказал да. Ладно, что у нас на завтрак? Манная каша? Экономненько. Вы же не знаете, что в манной каше не содержится никаких полезных витаминов. Из-за технологии обработки жирна. Вот и поихивших. Сегодня день открытия лагеря. Как известно, первое впечатление самое важное. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы всем участникам понравился сегодняшний день. Вау, Мка, это очень мило с твоей стороны. А еще по закону мы обязаны вернуть деньги при отказе от лагеря в первый день. А, ну да. Ладно, я уверен, что все обойдется. Я уже ненавижу это место. Детей манка на завтрак? О чем только думала рукавичка? Нам конец! Я думаю, что знаю, как решить нашу проблему. Когда я была еще ребенком, то мы проводили спядевый день во время открытия лагеря. Это что? Спядевый день все дети выращивают и собирают спяди. Это такие вкусные ягоды. А в конце дня вожатые пекут пирог из них. Знаешь, ведь это может сработать. Что они вообще добавляли в эту кашу? Кристалли, не можешь помочь и вытащить ложку? Конечно. Нужно лишь повернуть миску и... Доброе утро всем! Сегодня нас ждет очень необычное и вкусное испытание. Поэтому прошу вас всех собраться около столовой после завтрака. Надеюсь, что это будет что-нибудь повкуснее вот этой билиберды. Нет, ничего вкуснее манной каши. О, не могу поверить, что ему типа понравилась эта дрянь. Простите, я была в уборе. Я что-то пропустила? Я уверена, что с ней все в порядке. Сначала нужно разделить вас на три команды по шесть участников в каждой, чтобы сделать ваше сражение еще более интересным. То есть, чтобы вы смогли лучше подружиться друг с другом. Для упрощения процесса формирования команд мы поступим так. Первая и вторая кабинки, вы первая команда. Третья и четвертая, вы вторая. А последние две формируют третью команду. Теперь вы должны придумать имена своим командам. Так, похоже, что я в команде с одними девчонками. Вообще-то нет. Клав, у тебя на спине комар. Да? Ты серьезно? Тх-х-х-х-х, обожаю их. А давайте назовем нашу команду гламур. Эй, это так тускло, давайте лучше назовемся гламурненькие. Нет, как командир команды я объявляю, что мы будем повелительной вселенной. С каких-то слов, его слова так много значат. Фух, я так рад, что я не в команде с этими вандалами. Да, вандалы просто худшие. Их бы сожгли в медной деве, если бы мы были в средневековье. Звучит заманчиво. Ладно, давайте займемся выбором имени команды. Волшебники! Могельщики! Воспроцательные знаки! Может, друзья? Слишком обычно. Может, чаю? Ну, почему бы и нет? Вау, я никогда не была на таком спокойном чаепите. Может, так и назовем команду? Спокойное чаепите? Хорошая идея! Вау, теперь у меня есть своя собственная команда, которую мне нужно довести до победного финала. Вот они, мои несокрушимые воины. Не, могло быть и хуже. Привет, ты... Привет, я Часик, ты Маркер. Очень приятно. Теперь мы в одной команде. Тут даже есть мой лучший друг и моя лучшая сестра. Я уверен, что мы проведем много времени вместе. Е-е-е-е! Вот бы Вафелю быть хоть наполовину таким же активным, как Часик. Ребят, вопросик. А для чего мы пришли в лагерь? В смысле, не только же за призом? Я хотела бы тут попутешествовать. Я тоже? Так, ну, многие захотели попутешествовать. Но к чему ты ведешь? Я хотела назвать команду из-за общих интересов. Тогда... путешественники? Да! Теперь, когда команды названы, я хочу объявить, что в честь открытия лагеря мы решили сделать для всех торт со спядями. Однако, вашим сегодняшним испытанием будет собрать как можно больше этих ягод. Команда, собравшая меньше всех, лишится одного из её игроков. У вас будет 5 часов на выполнение этого задания. Испытание начинается сейчас. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok